В числе 11 лучших шестиклассник 2-й городской школы вошел в число финалистов всероссийского конкурса «Юночь-тецов. Живая классика». Конкурс проходил в Москве в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». В состав профессионального жюри суперфинала «Живой классики» вошли актеры Ивана Хлобыстин, Сергей Гармаш и Михаил Полицеймака, режиссеры Егор Кончаловский и Борис Грачевский, телеведущая Светлана Сорокина, журналист Константин Мильчин. Для Артема Долгобородова это уже не первый опыт участия в подобном конкурсе. Впервые за 4 года представитель от Ненецкого округа дошел до суперфинала, который состоялся в Москве, где на Красной площади «Юные дарования» прочитали отрывки из художественных произведений русских и зарубежных авторов. Артем читал отрывок из произведений Степана Писахова «Пляшет самовар, пляшет печка», чем произвел особое впечатление на одного из членов жюри конкурса – Ивана Хлобыстина. Победа и возможность поездки в город-герой Артему досталось не сразу. Я победил отборочный полуфинал. И в финале сначала меня не выбрали, но потом решили изменить свое положение и взяли меня. Ты волновался, наверное. Да, я очень волновался. И, может, поэтому с первого раза и не получилось. На следующий день мне написали, что Артем, ты будешь выступать. И я очень обрадовался. Во всех начинаниях мальчика поддерживает его мама Марина Вячеславовна. Она признается, что на протяжении всех этапов конкурса не могла сдержать волнение. Я, наверное, больше, чем он. У меня и руки, и ноги ходуном ходили. А он, как мне показалось, очень спокойно выступал. В суперфинале принимали участие дети из Пензенской, Тверской, Ярославской, Астраханской, Сахалинской, Саратовской областей, Республик Мордовия и Кабардино-Балкария, городов Москва и Санкт-Петербург. Не дошли до суперфинала, но показали отличный результат десятиклассник Александр Сисей из второй городской школы, а также Ирина Корниенко, десятиклассница из первой школы. Для Александра участие в конкурсе стало уникальной возможностью вернуться в полюбившийся ему детский лагерь «Артек». После поездки первой мне очень хотелось вернуться обратно. Я узнал об этом конкурсе, и что главный приз будет поездка в «Артек», и приложил все усилия, чтобы сделать эту победу. И всё-таки мне удалось это сделать, и я поехал снова в «Артек». А вот для Ирины Корниенко это была первая поездка в «Артек», первая, но не менее запоминающаяся. В «Артеке» я побывала первый раз, и когда я туда приехала, мне сказали, что «Артек» меняет людей, и домой ты вернёшься совершенно другим человеком. Ну, я сначала не поверила, но действительно, вернувшись после «Артека» и пережив все эти эмоции, и безумное количество впечатлений, я поняла, что эти слова были действительно правдой. Конкурс «Живая классика» призван привлечь внимание широкой общественности к возрождению традиций семейного чтения, расширению читательского кругозора детей, поиску и поддержке талантливых детей.